Всем привет! Это Радиус и мы продолжаем прохождение игры X3 Рассвет Альбиона с модом Враг Государств. В прошлой серии мы наконец-то закупили и запустили галактических исследователей. Три корабля класса Пустильга. Они сейчас исследуют нам галактику, открывают сектора, открывают станции. Вот они все три живые. Также мы подняли хорошо репутацию расы Аргон до плюс 6, 78%. Ну тем более это неплохо. И теперь я думаю пришла пора воспользоваться высокой репутацией. И я хочу закупить тяжелый истребитель класса Венти у корпорации АТОС в секторе Обитель Легенды. Дело в том, что этот корабль имеет одно уникальное свойство. Он может нести автоматические пушки, причем одновременно 10 стволов в своей главной турели. Я хочу уже активно начать захватывать корабли, причем сам лично участвовать в этом процессе. И этот истребитель очень поможет мне. Я буду лично пилотировать его. Так, прыгаем в сектор Обитель Легенды на верфь АТОС. Хотя, наверное, скорее всего, лучше всего будет сделать это удаленно. Так закупка пройдет быстрее. Что у меня делает вулкан? Сейчас я пересяду в вулкан и отправлю в Гепард Прототип на закупку истребителя. Как самый вместительный из быстрых кораблей. Так, вулкан у меня без прыжкового двигателя. Я отдал прыжковый двигатель на Мамонта. И летит на верфь нашу Мародер. Для того, чтобы установить модернизацию. Ясно. Подождем, наверное. Долго ему еще лететь. Он в крае еретиков подлетает уже. В принципе. Да я поболтаюсь в космосе, в скафандре, наверное. Вот так вот сделаем. Вот наш Гепард. Гепард, прототип. Гепару отдадим команду. Стыковаться. Сатос верфи. Сейчас на вулкан поставим прыжковый двигатель. Заправим батарейками. И вызовем его к себе. Сядем обратно. А то как-то неуютно совсем в скафандре, в открытом космосе. Так, Гепард уже там. У нас на Гепарде должны быть должны быть улучшенные спутники. Но я их не вижу. Так. Да. Девять улучшенных спутников. Я думаю пусть он провесит спутник в секторе Обители Легенды. Вот он как раз в центре сектора. Так. Улучшенный спутник. Пусть выкинет один. Отлично. Сейчас мы можем закупать корабли. не посылая сюда какой-нибудь наш корабль. Пусть стыкуется с верфью Атос. И опс. Я не могу удаленно торговать, потому что у меня в скафандре не установлена торговая система с расширенной возможностью. Может мне ее купить в доке или на верфи в скафандр. Я думаю быстрее вулкан прилетит, чем я до верфи долечу. Так. Вулкан у нас где? Кстати, вулкан уже на верфи, наверное. Да? Да, я его даже апгрейдить не могу. Потрясающе. Так. Чтобы сделать такого так, ладно. Спутник я провесил. Пусть гепард обратно возвращается. Как-то неловко я сделал. Очень много лишних телодвижений. Но ничего. Все равно гепард нужно будет туда отправлять, чтобы хотя бы подзаправить батарейками новый корабль. запрещено. Дополнительно сменить корабль. Так. Все. Я вошел корабль. соотлетим от врат. Для начала проведем модернизацию вулкана. Купим на него прыжковый двигатель. Прыжковый двигатель установлен. Так. Пусть летит, заправляется батарейками. Стыковаться с стоком. Разрешена. Команда принята. Теперь Мамонт тоже на верфи. Его тоже нужно модернизировать. Установить все модернизации. Так. Обгрейдить скорость, управляемость. Рулевого управления. Установлено навигационный программный модуль. Пусть будет патрульный патрульный модуль снабжения. Прыжковый двигатель. Сингулярный уплотнитель времени. Система жизненного обеспечения. Сканер пусть будет CC2 пока. Сканер минералов. Специальный программный модуль. Стыковочный компьютер. Торговая система. Транспортер обязательно. Так. Теперь на Мамонт были щиты. Всего 1 200 мегаджолевый щит. И конечно батареей. Тоже отправим его стыковаться с доком. Заправляться. Команда принята. Так. И отлично. Венки комплектации L доступен. Тяжелый истребитель будет оборудован сразу всеми щитами и даже оружием. Четыре плазменных пушки. Вот оружие мне совсем не нужно. Плазменные пушки мне не нужны. Мне нужно вооружить его автоматическими пушками. Вот главная турель. Сразу 10 стволов автоматических пушек. Так. покупаем. Щиты у него уже установлены. Сразу закупим прыжковый двигатель сканер C3. Пусть будет сканер грузов стыковочный компьютер. Программный модуль снабжения. Ну он дешевый. Пусть будет. Так. Вооружения здесь нет. Вооружения нет. спутники не нужны спутники на него. Так. Отлично. Венти мы купили. Сейчас нужно заправить его батарейками и отправить на нашу верфь модернизировать его остальным оборудованием. Ждем вулкан. так все вулкан заправился батарейками купим еще 10 батарей прыгнуть ко мне команда принята так что задание убить кого-то нет я убивать никого не буду так два спутника провесил наш исследователь галактический так как сектор с верфи то есть наши разведчики работают работают хорошо стой дополнительно сменить корабль отлично гепарты стыковаться а то сверх но мы тем временем можем полетать посмотреть что здесь интересного может быть какое-то денежное задание будет так что там гепард летит вы говорите начинаю передачу данных кайман танкер дорого слишком что-то взорвалось интересно может быть контейнер какой-то взорвался самоуничтожился ух ты сколько батареи валяется подберу-ка я лишними не окажутся у нас до сих пор не задействовано хаябуса было серьезно кстати торговый корабль у нее всего 300 батарей подбирать контейнеры омикрон лиры батареи загрузим его халявными батареями мамонт будет долго добираться до дука сколько у него скорость 87 конечно предпочтительнее было бы купить слона тяжелый транспорт сплицкий он побыстрее чем мамонт причем раза в полтора два наверное но зато вместительность у него в два раза меньше посмотрим что лучше 17 пассажиров по программе тур всей жизни вообще говоря мне бы надо сейчас собирать пассажиров в свой корабль дело в том что мод враг государств позволяет использовать большие транспорты ТЛ в качестве мобильной ремонтной базы для этого нужно посадить на этот корабль пассажиров ремонтников и закупить грузовых дронов и этим кораблем можно будет ремонтировать разные корабли в том числе и крупные причем этот ремонт будет обходиться дешевле чем на штаб квартире тем более штаб квартиры у нас уже нет и будет быстрее в общем-то проходить то есть все корабли которые мы будем захватывать можно будет ремонтировать с помощью этой мобильной ремонтной базы и теперь моя задача набрать как можно больше пассажиров поработить их наш транспорт тель мамонты который будет собственно с мобильной ремонтной базой в том числе так что я наверное возьму это задание успешно его провалю зато у меня будет 17 пассажиров в трюме а влезут ли они ко мне в трюм 17 каждый пассажир 6 единиц это 66 742 102 102 единиц свободного места в трюме должно быть для этого мне нужно выкинуть все батареи почему бы нет подбираем пассажиров они даже не знают что их ждет какая судьба ребята хотят отправиться в тур всей жизни отдохнуть хорошенько да а вас ждет судьба гастарбайтеров ремонтников а да кстати я наверное их не подберу потому что им нужен лайнер скорее всего пассажирский рады видеть друзей на принадлежащем аргонской федерации объекте контакт с местной торговой сетью перевести забрать туристическая группа внимание на взлетной палубе прибывает корабль а где забрать но собственно наведение вот на кахуна пекарня но скорее всего да нужен лайнер пассажирский под это дело я бы даже купил наверное пассажирский лайнер экспресс тем более стоит он 413 тысяч потому что 17 человек 17 ремонтников это много и их лучше все-таки взять даже ценой покупки пассажирского лайнера ускорители навигационной торговой системы с расширенными возможностями кроме того пусть в хозяйстве вываляется пассажирский лайнер сингулярка сканер так щиты какие у него 25 мегаджолевые наверное 1 мегаджолевый да достаточно будет навигация стыковаться с кахуна пекарня сейчас лайнер пристыкуется посадим пассажиров а потом их поработим а пока мамонту нашему скомандуем прыгнуть в этот сектор да скомандуем он без батареи летает ничего ему не скомандуем его заправить нужно ну ладно гепард у нас на атос верфи дополнительно обмен грузами ваш венти венти мы сгрузим батареи не знаю даже сколько так батареи мы сгружать венти не будем скорее всего а мы на верфи атос купим военный транспорт чтобы он перевозил наши истребители но тут как бы без вариантов покупаем зефир как один из самых лучших военных транспортов в своем классе конечно лучше было бы купить чокора уяки но мы еще не скоро изучим откроем сектора яки в нашей штаб-квартире был чертеж хорошего военного транспорта улучшена чокора якского но к сожалению он почил в бозе вместе с нашей штаб-квартирой так что покупаем зефир так прыжковый двигатель сканер си-3 сканер грузов все ставим все ставим еще два щита докупаем на 200 мега джоулей установлен так и теперь с гепарда передаем батарейки на зефир пока хватит 400 перевод произведен зефиру командуем ожидать устанавливаем автопрыжок у него дозаправку прыжков на 30 на 40 пусть 400 батарей загружает автоматически и садим на него наш венти стыковаться венти так все венти в зефире и зефир отправляем на наш военный аванпост устанавливать оборудование и апгрейды прыгает да прыжок на военный аванпост так что с нашим мамонтом делать так он в принципе уже подлетает к доку что наш экспресс экспресс уже садится на станцию сейчас мы заберем потенциальных рабов наших дождемся мамонта и пересадим их мамонт что это за корабль кстати скорость неплохая 150 метров в секунду щитов очень мало небольшой трюм ну такой пассажирский лайнер как бы комфортабельный такой слабо защищенный не военный корабль так зефир в секторе венте тоже приказываем стыковаться к военному аванпосту разрешена команда принята так мамонт доползает тяжелый истребитель венте отличная скорость 195 метров в секунду для тяжелого истребителя неплохо щитов 25 мегаджоули 4 щита энергия лазера конечно слабовато но мы будем стрелять пушками с боеприпасами так что энергия лазера нас вообще не волнует нас больше волнует размер трюма 200 единиц достаточно маленький чтобы вместить и боеприпасы и батарейки ну я думаю что хватит такого трюма хватит так наш пассажирский лайнер пристыковался теперь пора нам пересаживаемся в пассажирский лайнер мы заявляем рады видеть друзей на принадлежащем Аргонской Федерации так вся команда у нас в пассажирском отсеке я не говорю в трюме потому что в пассажирском лайнере наверное скорее всего все таки это комфортабельные пассажирские каюты а не грузовой трюм отлично переходим обратно в вулкан экспрессу скомандуем лететь к вратам лететь в точку пусть летит к вратам встречать мамонт так стартую со станции потому что эти объявления перекрикивают прямо меня так что делает мамонт мамонт в доке отлично так нужно заправить он заправился батареями и насколько я понимаю он уже готов для путешествия система жизнеобеспечения у него есть по моему у него все есть автопрыжок у него настроен команды турели а почему я боевой программный модуль на него не поставил потому что боевых модулей у меня нет на военном авантпосту я их не добавил не успел ну ладно так навигация следовать с командой навигация следовать экспресс я думаю я уйду из сектора а у меня батареи нет а батареи где-то мои вот здесь валяются которые я выкинул сейчас подберу хаябуса наверное уже подобрала батареи так а почему он а он пешком идет вот незадача так автопрыжок у него дозаправку топлива тысячу поставим пусть тысячу батарей докупает и специальные подбирать контейнеры в секторе если тут контейнер так по-моему контейнер с кучей батарей все уже поздно долго хаябуса летела полетела пешком потому что не настроен автопрыжок все это печально конечно так ладно назначим базу приписки наш док и скомандуем вернуться на базу для улучшения защиты транспорта с военным оборудованием объект печально халявные батареи упустили копейки в принципе но было бы приятно так мамонт здесь надо улететь из сектора просто так батареи подобрали полечу в круг труда красивый сектор потрясающие виды так что у нас с нашим тяжелым истребителем у него есть щиты плазменная пушка плазменную пушку нужно продать она просто там не нужна занимает только место так что у него есть еще мало чего нужно закупить на него оборудование апгрейдить полностью исследовательский модуль навигационный патрульный снабжение наверное не надо прыжковый двигатель жизнеобеспечения не надо сканер сканер си-3 у него есть сканер минерала пусть будет это пусть будет это пусть будет это торговые модули так а боевых моделей нет у него ох ты незадача транспортер пусть обязательно это будет мой личный же истребитель ускорители и боевых программных моделей у него нет для того чтобы управлять турелями у него кормовая турель и она ракеты не будет спивать это печально так тогда пошлем его заправиться батарейками все-таки на док и отправим в омикрон лиры чтобы он чтобы апгрейд его боевыми модулями и наш зефир зефир тоже нужно апгрейдить батареи так батареи появились у нас так что возвращаем венти батареи на военном аванпосту есть не заметил полностью апгрейдим зефир пусть будет сканер минералов специальный транспортер ускоритель все и батареи на корабле 400 пусть будет 800 и так же поставим чтобы автоматически заправлялся на 80 прыжков 800 батарей так зефир у нас готов к выполнению различных заданий так что у нас да вот сейчас мы сможем передать наших рабов на мамонт старшей группы нил сил попали вы ребят ребят так ну экспресс пусть болтается где-нибудь на верфи аргонской федерации а мамонт мамонт сейчас стыковать просто нельзя никуда иначе пассажиры сбегут поэтому мы наверное повесим пусть он висит в центре сектора омикрон лиры лететь в точку команда принята пассажиры должны поучаствовать в ремонте тогда они сбегать не будут то есть попривыкнут немножко к своей новой работе так что у нас с текущими задачами венте венте нужны батареи 100 100 наверное хватит автопрыжок не забываем выставлять так автозаправку делать мы у него не будем хотя почему не будем на 5 прыжков пусть хотя бы на 4 прыжка пусть хотя бы 20 батарей автоматически заправляется навигация стыковаться омикрон лиры что ближе верфь или космический док верфь ближе так гепард на атос верфи а гепард мы пошлем закупать автоматические пушки и боеприпасы воспользуемся командой быстрая закупка товара эта команда добавляется модом враг государств и она позволяет очень быстро закупить какой необходимый товар будь то оружие либо какие-то там промышленные товары еду команда принято так нам нужны лазеры автоматическая пушка и сколько нам нужно 10 так все он принял команду летит на производственный комплекс спецоружия альфа в холм аладный производственный комплекс спецоружия альфа да вот автоматические пушки и боеприпасы заодно так все он прыгнул всего 3 автоматических пушки я пожалуй ему сейчас вручную отдам команду стыковаться на комплекс спецоружия чтобы сразу закупить боеприпасы так кто у нас где вентиль летит в омикрон лиры на верфь экспресс стыковаться экспресс пожалуй мы из скроем меню собственности чтобы он не болтался не мешался и установим опцию не показывать скрытые корабли так зефир на военном аванпосту так он готов хаябуса в дуке сколько у нас батарей в дуке осталось 8000 еще достаточно вентиль на верфи отлично модернизировать корабли боевые модули закупим что еще здесь можно на него поставить модули снабжения не стоит может чем-то его вооружить москиты поставим к примеру 20 москитов чисто для системы противоракетной обороны я бы еще вот ускоритель частиц заднюю турель купил хотя можно фазовый усилитель в задней турели поддерживается на корму нужна фазовый усилитель чтобы сбивать ракеты модернизировать корабли ускоритель частиц гораздо дешевле было бы ничего или даже импульсная пушка но их нет поставим фазовый усилитель сразу установим заднюю турель это не сюда это сюда отлично и команду турели отдадим сбивать ракеты установим систему про ракет москит так отлично что с гепардом он на производственном комплексе спецоружие покупаем три автоматические пушки покупаем все боеприпасы и нам еще нужно еще семь автоматических пушек командуем его закупать лазеры автоматическая пушка еще семь так он полетел в черное солнце на фабрику автоматических пушек альфа в черном солнце у нас нет к сожалению спутника я думаю он закупит достаточно быстро и скоро наш венти будет готов так что еще зефир бы наш вооружить чем-нибудь что его турели поддерживают те же фазовые усилители те же автоматические пушки ускорители частиц я бы вот ускорители частиц во все турели поставил на зефир но в первую очередь хотя щиты у него все есть да осталось закупить для него вооружение также воспользуемся командой быстрая закупка товара лазеры ускорители частиц и по-моему нужно 6 если я не ошибаюсь так автопрыжок у него стоит все он полетел закупаться на фабрику ускорители частиц альфа в штаб кдпн я правильно задал 6 ускорителей частиц 2226 там же в штабе кдпн поставим на него и боевые программные модули так гепард у нас в черном солнце солнце еще три пушки купил так всего 6 еще нужно 4 полетел в холл молодная на фабрику автоматических пушек альфа молодец фабрика автоматических пушек альфа тут еще и бета еще одна всего одна и здесь одна 8 а надо 10 но я надеюсь он закупит и я надеюсь все таки мы наскребем 10 пушек все у нас заняты делом а я сейчас посмотрю какое-нибудь задание между делом вы говорите я начинаю передачу данных защитить и раньше здесь есть войска ну по традиции появятся оперативники всех разбомбят все будет хорошо поэтому беру задание халявное сканировать нелегальные товары не вариант патрулировать круг труда сложно нет пожалуй это слишком долгое задание предлагает карты секторов мне тоже не нужно я займусь просто мелочи так почему-то врата трясутся их атакуют кто-то так там в сектор влетела карака и попадает по вратам почему-то там наверное какая-то мелочь аргонская на него напала сейчас разберемся с лунем пока он идет прямым курсом него легко попасть от имени президента и сенатора аргонская федерация благодарит вас за помощь в уничтожении агрессора цель в зоне поражения стой шустрый корабль скорость 495 быстрее меня не могу его догнать у караки уже снесены щиты готов исследователь достаточно низко скоростной корабль сейчас я его быстро приговорю только бы не попасть в станцию готов и нова рейдер тяжелый истребитель пиратов он уже весь трясется мне кажется его бомбардируют ракетами нет аргонский охотник его бомбардирует фазовым усилителем так уравняем скорость нет к сожалению не я его убил ракета в него попала ох не нарваться на ракеты так и осталась карака так что с каракой делать она уже стреляет по нам где же оперативники маневрирует по ней летят там агавки по ней готово все все очень просто я заработал немного денег поднял немножко репутации до плюс семи наконец-то отлично отлично тем временем наши корабли все свои задания надеюсь сделали уже так до сих пор покупает осталось пять пушек купить фабрика автоматических пушек альфа моя кокила ой он в самый огромный сектор полетел покупать всего с двумя ну ладно затягивается у нас покупка пушек что у нас зефир зефир быстренько полностью закупился сейчас установим в турели так отдадим команду турелей ух ты боевые модули забыли он где находится в штабе кдпн пусть летит куда ему ближе всего лететь он на фабрике ускоритель частицы альфа фабрика здесь ему ближе на верфь долететь наверное стыковаться с верфью и посмотрим есть ли на доке оборудование боевые модули да боевой программный модуль ббм1 и 2 еще неплохо было москитов закупить для противоракетной системы на наш зефир ракеты москит есть отлично такс такс так гепард купил еще две пушки о он все 10 закупил молодец сейчас отчитается и пошлем его к венте так закуплены необходимое количество товара автоматическая пушка в количестве 7 жду дальнейших распоряжений молодец так венте у нас на верфи в омикроне навигация стыковаться омикрон лиры верфь аргонской федерации команда принята сейчас до конца оборудуем зефир и так же отправим на ферфь в омикрон лиры так состыковался модернизация кораблей сразу закупаем штук 50 ракет москит и боевые модули здесь есть видео очки пусть будут патрульные да купим программные модули авианосца так как это все-таки мини авианосец сканер грузов ускорителей так вроде все отдаем команду турели сбивать ракеты и устанавливаем систему противоракетной обороны отлично зефиру командуем стыковаться с омикрон лиры с верфи и на венте осталось поставить только в главную тарель 10 автоматических пушек заправить боеприпасами сразу в венте можно поставить автоматическую заправку боеприпасами то есть он будет автоматически заправляться если пристыкуется к кораблю на котором есть боеприпасы либо к станции которая продает боеприпасы вот сколько только не знаю сколько в него влезет пусть сразу десяткам москитов автоматически заправляется сейчас сейчас у него 20 так гепард на верфи дополнительно обмен грузами венте так автоматическая пушка 10 штук и на все остальное боеприпасы сколько 46 всего влазит боеприпасы перевод произведен а что в нем такого лишнего есть 80 батарей многовато батарей и все-таки пусть будет 10 ракет москит в нем все это сгрузим на гепард батареи 20 батарей пусть у него будет ракета москит пусть у него 10 будет и на остальное боеприпасы 110 боеприпасов я думаю это будет нормально достаточно долго можно будет стрелять из всех 10 стволов так соответственно в автозаправке ставим 110 боеприпасов 10 ракет москит система про стоит и все пушки встали в главную турель все венте у нас готов к выполнению задания так зефир уже пристыковался ожидать посадим наш тяжелый истребитель на военный транспорт и наш военный транспорт во первых назначим базу приписки наш док и вернуться на базу все он прыгает на базу отлично тяжелый истребитель снаряжен военный транспорт снаряжен что у нас еще осталось гиппорт прототип неплохо бы заправить батареями навигация стыковаться с тоже на док так ну все мы полностью готовы уже чтобы начать захваты кораблей наш фрегат захвата уже бьет копытами изрыгает огонь соскучился уже по делу настоящему я думаю что в следующей серии мы уже приступим к поиску кораблей для захвата полетим в пиратские сектора поищем может там нам дадут боевое задание по которому прилетят там пираты и вообще может быть там посмотрим какие-нибудь истребители может быть хорошие пиратские которые неплохо было бы захватить ну а пока я заканчиваю серию всем пока до встречи в следующей «биво» 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 «биво»